Я никогда не разделяла никакие формы слама, не радикальных никаких. Я никогда не носила хиджаб, я состою в светском браке с нерелигиозным мужчиной, я ем свинину, фотографируюсь на пляже. Невозможно при всем вышесказанном быть исламисткой, заявила режиссер Женя Беркович в суде, отреагировав на обвинения прокуратуры. Ей и драматургу Светлане Петричук грозит до 7 лет лишения свободы по статье об оправдании терроризма. За спектакль «Финист Ясный Сокол», который рассказывает о россиянках, решивших уехать в Сирию, чтобы выйти замуж за исламистов. Спектакль был удостоен театральной премии «Золотая маска» сразу в двух номинациях. Второй западный окружной военный суд в Москве рассматривает дело по существу. Заседания затягиваются до 10 вечера, но это единственная возможность для близких Берковича и Петричук повидаться с ними, ведь весь последний год они провели в СИЗО. Я рада видеть свою дочь, к сожалению, хотелось бы видеть ее в другом месте и в другой обстановке. Но то, что она держится, и она улыбается, и котиков изображает, это приятно посмотреть на нее. Это очень знаковое такое судебное явление. Это наступление на художественное творчество. Сегодня можно вот в таком плане к каждому вашему слову придираться, найти какую-то подоплеку, обвинить в самых страшных преступлениях. В профессиональном сообществе судебное дело называют террором. Это, конечно, такое запугивание людей культуры, запугивание театрального сообщества, вне всякого сомнения. То есть, ну, как бы это одна из целей. Вот так работает, ну, это логика самой системы, понимаете? У нас есть задача доказать, что черное – это белое, вот мы сидим и доказываем. Ну, потому что так, потому что если мы докажем, не докажем, что черное – это белое, мы 13-й зарплатой решимся, в лучшем случае. А в худшем, может быть, там на понижение куда-нибудь пойдем, понимаете? Вот и все. Эксперты говорят, что театральное сообщество и так давно запугано. И в данном случае речь может идти о личной неприязни к Берковичу и Петричу. Я думаю, что ненависть особенную, конечно, вызывала Женя со своим таким поведением очень ярким, со стихами, которые она опубликовала, антивоенные стихи, которые она опубликовала в социальных медиа. То есть, конечно, здесь, безусловно, присутствует некая частная воля, некоторый человек, предположим, или группа людей, которые настроены очень конкретно против них. Наринская посетовала, что международной огласке это дело предается с трудом, поскольку на Западе уже привыкли к российским репрессиям. Тем не менее, режиссер Кирилл Серебренников попытался рассказать об этом деле на Каннском кинофестивале. Она режиссер, Женя Беркович, моя бывшая студентка, и драматург Света Петричук. Они не сделали ничего плохого, они просто поставили спектакль, который получил национальную театральную премию. И уже год они находятся в тюрьме. В тюрьме Женя, мать усыновленных детей, которую она взяла из детского дома, они находятся год в тюрьме по совершенно надуманным, чудовищным обвинениям. Судебное следствие по делу Берковича Петричук продолжается. Подсудимые заходят в зал суда при полной тишине. Приставы пригрозили не пускать на заседание тех, кто будет аплодировать или кричать слова поддержки режиссеру и драматургу.